Равнялись, молитвы, 5-10, сучки. Приветствие, разминка. Самые юные спортсмены не могут дождаться тренировки. В прямом смысле рвутся в бой. Два десятка воспитанников школы кикбоксинга трижды в неделю здесь развивают мужской характер. А почему этот вид спорта? Ну, потому что я могу шучить, чем в любую минуту. 15 секунд работаем, акцентируем удары, 15 секунд взрываемся, руки и ноги показываем. В спортобъединению СТИК почти 30 лет. Целая армия выпускников, 6 тысяч мужчин. Отцы приводили сюда сыновей, которые водят уже своих детей. Сейчас в школе 250 воспитанников. Я призер первенства Сибирско-федерального округа, феналист Кубка Сибири, феналист чемпионата первенства Алтайского края. Надо тренироваться, идти к своей цели, не пропускать тренировки. У СТИКа четыре помещения, три из них, в том числе это в подвале дома. Но детский спорт выходит из подвалов. В таких помещениях с недавних пор нельзя организовывать детские кружки и секции. Чтобы сохранить школу кикбоксинга, власти города передали ей по этажу в бойлерных. Аренда безвозмездная, но с одним условием. Ремонт исключительно на плечах спортсменов и родителей воспитанников. Здание много лет пустовало, крыша протекала, постепенно все пришло в негодность у предшедших родителей и спортсменов. Появилось много работы, в первую очередь по расширению пространства. Пара тренеров и два десятка пап трудились три недели, вечерами, после работы. Видео мужчины записывали и для школьной летописи, и для домашнего архива. Приходил черный, грязный, уставший. Срабатывал опять же мужской коллективизм какой-то, что если я не пойду сегодня, как там, извините меня, мужики будут без меня. И это не у одного моего супруга, это у всех мужчин так было, у всех пап. При помощи родителей мы вывезли весь мусор, стены разрушили, которые, согласно экспертизе, можно было убрать. То есть получился огромное помещение именно для занятия кикбоксингом. Тренировочная площадь гораздо больше, в два раза. Но это лишь часть проделанной работы. В помещении еще нужно завести коммуникации, и без поддержки благотворителей не обойтись. Воспитанник СТИКа в прошлом, сейчас депутат Гордуми Вячеслав Перерядов обратился за помощью к ресурсовикам. В итоге сибирская генерирующая компания смонтирует систему отопления и водоснабжения. Компания за ПСИП электромонтаж всю электропроводку. А ЕСК «Союз» предоставит бригаду строителей для внутреннего ремонта. Как в 70-е, 80-е годы БАМ строим? Ну да, всем миром. Нерешенным до последнего оставался вопрос с вентиляцией. За его решением руководитель школы обратился к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Илья Николаевич, ну все, мы присоединяемся к этому процессу непосредственно в части вентиляции. И тогда степ-вай-степ будем двигаться. И мы тогда на вот эту часть работ зайдем, то есть там чуть больше, по-моему, 200. 202 тысячи. Так получается, по-моему, так, да. Это вместе с монтажем, по-моему, да? Да, да, да. Сегодня начали прокладывать первые коммуникации. Закончить все работы планируют в декабре, чтобы кикбоксеры могли отпраздновать новоселье в преддверии Нового года. Это будет лучшим подарком, уверен руководитель школы боевого искусства. Взращивать чемпионов в комфортных условиях. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.